На Барсовой горе в выходные состоялось открытие первого этапа туристической тропы «Человечность». Длина благоустроенного пешеходного маршрута 2,5 километра. По ходу прогулки посетители увидят 8 инсталляций, таких как полноразмерная копия шерстистого носорога, увеличенные реплики археологических находок, сделанных на Барсовой горе, и информационные стенды. То, что такой объект у нас появляется в Сургутском районе, говорит только о том, что Сургутский район динамично развивается, и мы не зациклимся только на объектах жилья, на хозяйственных объектах, но и такие образовательные, я думаю, что этот объект именно образовательный у нас тоже появляется. И, безусловно, мы приложим вместе все усилия, все ресурсы и резервы, которые у нас есть, для того, чтобы, как Андрей Александрович сказал, чтобы мы и музей здесь построили в кратчайшие сроки. Вся тропа выполнена из природных материалов. При благоустройстве использовали деревянный настил, чтобы не навредить окружающей среде. По ходу маршрута также установлены урны и лавочки. В следующем году администрация Сургутского района планирует приступить ко второму этапу – благоустройству еще одного круга туристической тропы длиной полтора километра, установки 30 инсталляций и строительству музея. На торжественной церемонии открытия глава муниципалитета подписал и передал памятную капсулу с посланием для потомков директору научно-производственного центра «Барсова гора» в качестве первого экспоната будущего музея. Музей порядка 400 миллионов. К сожалению, пока полностью объект финансируется только за счет средств местного бюджета. Ни федеральных, ни окружных денег нет. Но очень надеюсь, что объект появится в окружной программе с финансированием. Пока он есть, но нет финансирования. Шесть арт-объектов планируется установить уже в следующем году. Также, по словам директора научно-производственного центра «Барсова гора», на туристическом маршруте появятся две смотровые площадки. Одна с видом на мост через Обь, вторая на протоку Микишину. В перспективе также хотят обустроить 10 мультимедийных площадок с интерактивным контентом. Во время экскурсии по готовому объекту глава Сургутского района озвучил и свои предложения по насыщению урочища. По мнению Андрея Трубецкого, необходимо обустроить аутентичные городища народов, которые в разные времена жили на Барсовой горе. Надо сделать парочку городищ, прям настоящих, на 5-6 хижин, с семьями, чтобы полностью там соответствовало историческому описанию, допустим, эпоха неолита, палеолита. Чем они отличались, чем похожи, как эволюционировали. Чтобы экскурсии проводить и вот детворе рассказывать. То есть вот такие большие, не одиночные там, допустим, домики, а прям городище.